Новые тарифы на газ для населения, насколько они обоснованы на этот раз, об этом сегодня в программе «Отражение» у нас в гостях Виктор Елагин, экономист и доктор наук госуправления. Здравствуйте. Добрый день. 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 Это малоощутимый результат. Поэтому тут надо искать возможности уменьшения, перевода. Сейчас активно устанавливаются счетчики по подъездам, что позволяет в два раза уменьшить стоимость. Потому что я знаю такие примеры, когда установив счетчик с одной квартиры в подъезде, надо будет заплатить по 1200 гривен, а это позволит сэкономить 1100 гривен с квартиры ежемесячно. То есть это вот уже серьезно. То есть когда уже идет учет конкретно тепла в конкретных объектах и когда есть учет. То же самое, если вы помните, было с водой. Какое было сопротивление счетчикам воды в свое время? Так, я не буду называть фамилии тех руководителей, когда руководили. Нет и все. С большим трудом теперь это поставили, оно все работает и нормально. Несколько лет назад проблема установки теплового счетчика на определенный объект, это тоже была большая проблема. Требылось разрешение там чуть ли не начальника областного управления энергетического. Сегодня уже в общем-то довольно часто. То есть вот учет, главное это учет, чтобы люди видели куда и за что они платят. По счетчикам как раз вот эта цена 6879 гривен за 1000 кубометров, 0,6,9 гривен за 1 кубометр, это цена как раз по счетчикам. Ну, счетчик, я имею в виду счетчик газовый, это одно, а счетчик уже то, что человек потребляет и за что он платит. Потому что одно дело, там каких-то там 20-30 гривен за газовую плиту, ну, он особо не ощущает. Там 5 гривен туда, 5 гривен назад. А уже все вложено в отопление. 95% цены это в отоплении. А тут уже и передача, и вот эти вот транспортные эти самые все артерии, связанные с передачей тепла от генерации до потребления. Там масса проблем, их надо учитывать. Те потери надо считать. Вот если без счетчиков, то тоже есть такие вот расчеты, что при наличии централизованного горячего водоснабжения норма потребления составляет 4,4 кубометра газа на человека. То есть платить по новым тарифам придется 30 гривен в месяц за человека. И при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя норма 7,1 кубометра на человека и платить 49 гривен в месяц. При наличии газовой плиты и водонагревателя 14 кубометров на человека и платить 97 гривен в месяц. Вот такие данные правительство предоставляет сейчас. Ну, эти вещи трудно спаривать, потому что если есть учет газопотребления собственно на квартирах, что всегда было, еще начиная там с 50-х годов, я помню у меня Сталинка дома и обязательно стоял счетчик газовый. Так, сейчас же газовых счетчиков практически нет, поэтому устанавливается какая-то норма. Норма это как средняя температура больных в больнице, да, у одних 36,6, у вторых 42, и поэтому средняя вроде бы как нормальная, а вторых вообще уже окружающая среда. То есть, здесь надо именно система учета. Вот она не должна блокироваться, она должна, в общем-то, ну, видите, это вот эти вот все, так сказать, те, которые продают энергию любого типа, они противники таких счетчиков. Начинают воды, заканчивая теплом, газом и так далее. Потому что без счетчиков можно списать. Ну, конечно, ну, норма, вот так как норма потребления воды, там, как вот сейчас постоянно, 14 кубов на месяц на человека, че там уже их 10 стало, ну, никто никогда столько не потреблял, а потому что нет водомеров. Поставили водомеры, совсем же уже другая история, потому что там, все говорят, потери, потери, где-то течет вода, не это есть основная проблема того, что мы за что-то лишнее платим. Там совершенно другая компонента заложена. Там коррупционная компонента заложена в этих средних показателях, которые, ну, взяты так вот, ну, скажем так, с потолка, потому что, ну, кто их когда мерил, кто опрашивал, кто мерил, сколько кто потребляет. Поэтому так в среднем заложили. А в средних величинах очень легко, так сказать, находить лазер. В общем, вы считаете, что выгоднее все-таки со счетчиком и выгоднее, и понятнее? Да, это везде, это по всему миру так. Наша просто постсоветская, вот эта наша коммунитарная, так сказать, вот экономика, которая, так сказать, везде сейчас, ну, понятно, что, если взять европейские страны, там большинство индивидуальных домов, а если только есть вот такие какие-то, как они называют, блочные дома, то там, по крайней мере, ввод энергоносителей весь индивидуализирован. Вода, стояки, электроэнергия, газ, то есть там есть стоит счетчик, который, кстати, до которого не может дотронуться потребитель, а имеет полное право, так сказать, контролирующая система. Так, как сегодня во многих делается вещах. Вслед за газом подорожает и тепло дороже на 60% можно ожидать тарифа. Цена вырастет до 652 гривен за гигакалорий, с 652 гривен за гигакалорий до 1041 гривна. 1041 гривна за гигакалорий. Ну, на данный момент, если предположить, что тариф на отопление вырастет примерно на 60%, то без счетчиков отопление квартиры в 60 квадратных метров может обойтись новыми тарифами примерно в 1500 гривен в месяц. Это именно тариф на отопление. Ну, плюс. Плюс все остальные тарифы. Тариф коммунальные, которые там, я уже не говорю, просто чистое потребление газа. Ну, вот вы видите. Ну, как выход, опять-таки, для тех, кто не может платить, опять предлагаются субсидии, где, как мы знаем, за последнее время была целая такая компания, кто какие-то неправильные данные предоставлял, то эти субсидии заставляют чуть ли не возвращать. Ну, вы знаете, вообще система субсидий, она уже неоднократно критиковалась. И она предыдущим правительством, в общем-то, считалась как панацея. Но дело в том, что тут заложены ряд таких подводных камней, когда, выделяя субсидии, общество, государство теряет больше, чем бы их не было. Потому что их же тоже надо откуда-то брать и куда-то, то есть тут считалось, что субсидии позволяют как-то дифференцировать более, так сказать, от площади, от заработной платы. Но у нас на сегодняшний день это все настолько относительно, эти все данные, цифры, справки и бумаги, что у нас откуда же половина, так сказать, ВВП и половина в тени, значит, бюджета. Да потому что все это довольно легко спрятать и если сюда еще наложить коррупционную компоненту, то, в общем-то, государство не видит больше половины тех денег, которые обращаются. И из этой половины еще приходится отдавать на субсидирование. В правительстве считают, что таким образом государство получит 7 миллиардов гривен средств, которые раньше тратились из госбюджета на тот же Нафтогаз, а теперь эти 7 миллиардов оплатят те, кто способен оплатить, по мнению руководителя правительства Гройсмана на данный момент, а кто не способен, те должны обращаться за субсидиями. Какая-то часть из этих 7 миллиардов, опять-таки, конечно, уйдет на субсидии, но ожидается все-таки, что это не такая большая часть, это не все 7 миллиардов, что все-таки в Украине очень много людей способных платить по таким тарифам. Вы согласны или нет? Ну, естественно, конечно, и так это и должно быть, но дело в том, что сейчас вот пошлишь по пути упрощения оформления субсидий, так, там чуть ли не по электронке ты там набираешь и так далее. Но должна быть правда, полностью правда. Дело в том, что, ну вот, есть государства, которые пошли по этому пути, но тут еще есть, ну, скажем так, сознательность граждан, которые понимают, если мне положено я это делаю, если мне не положено я это не делаю. То там начинаются выписки, перепрописки, там кто-то числится какие-то липовые справки, то есть сразу же появляется масса таких вот возможностей, желаний обойти это все, тем более при упрощенной системе. Кроме того, что, а если делать все как положено, так это будет социальное недовольство, потому что там стоять с этими бумагами, почему Яценюк, в общем-то, максимально упростил. С одной стороны, это, ну, как-то, в общем-то, импонирует населению, а с другой стороны, ну, не так просто. Вот так как сегодня был скандал не совсем с этим связан, это вот перемещение особы. Так, оказалось, что их там по Харьковской только области 150 тысяч, которые вообще тут никогда не жили, а получают это все. Только, то есть, потому что это все облегченный вариант начисления. Потом стали отбирать, оказалось, что отобрали и у тех, кому положено это все делать. То есть, вот эти все массовые, ну, акции, они, вообще-то, должны быть просчитаны экономически, должны работать, причем мы же не забываем, что вот эти все вещи требуют дополнительных вложений ресурсных от государства. То есть, должны быть работники, должны быть какие-то социальные службы, должна быть система учета, это тоже оттягивает на себя средства. Причем, чтобы их работа, да, не стоила дороже, чем то, что они привлекут в итоге для госбюджета, как оказалось с той же налоговой полицией. Совершенно верно, потому что, вообще-то, система, если мы возьмем более широкий, так сказать, вот такой аспект, то есть такой принцип парэтоэффективности. Чем больше мы перераспределяем, тем больше мы теряем. И в какой-то момент мы отбираем у богатых все больше, а вот те, которые бедные, им вообще уже ничего не приходит. Потому что есть вот такая, вот, так сказать, максимальная система, где уже больше нельзя перераспределять. У нас, как в любой тоталитарной, постсоциалистической, так сказать, в кавычках, системе, служилось так, что у нас, вот, хороший показатель, ну, основной, не то, что хороший, он основной показатель. Сколько процентов ВВП идет перераспределять через бюджет? Что-то перераспределяется напрямую через рынок, это объективно. Либо сколько идет через бюджет? Так вот у нас, так сказать, и вообще в любых социалистических, социал-демократических моделях, там до 60% бюджет отбирает от ВВП. В либеральных моделях 30%, не больше. Потому что, а почему? А потому что, когда начинается перераспределение, во-первых, надо увеличивать количество госчиновников, им надо платить зарплату. Дальше, обязательно перераспределение, одна рука сделает движение в карман, то есть идет коррупция и прочее, так сказать, это. И третье, самое главное, что высокий процент перераспределения снижает эффективность производства. То есть, начинается сокрытие, начинается уход там в офшоры, это особый разговор для особо, так сказать, крупных. И, то есть, здесь сколько ни повышай налоги, это уже немножко, опять же, другое направление. Подлофер показал, что больше 30% можешь повышать, а в бюджет ты этого не получишь. Это все уходит в теневой рынок, и система самоорганизации таких сложных систем позволяет все это скрывать, что оно и происходит. Но а лекарством от тех же офшоров снижение налогов стало бы или нет? Дело в том, что… Ведь офшоры используются не только для того, чтобы снизить налоги, но и чтобы скрыть что-то. Ну, дело в том, что ведь офшорами пользуются, ну, сколько процентов, так сказать, наших предпринимателей. Это крупные, очень крупные, это наши олигархи и так далее. У нас 95%, а может и 99% бизнеса малого-среднего, они об офшорах… Им надо сделать офшор здесь. То есть, вот Китай, на чем он вышел? На вот этих свободных экономических зонах. Я несколько раз был в Китае, изучал, вот, так сказать, их, как они их организовывали, за счет чего Китай и поднялся, так сказать, во всех этих… Вот это надо делать, когда представляется только территория для фирм, рабочие руки, инфраструктура, все. А дальше оно само собой разумеется. У нас, в принципе, можно это делать. Ну, вот эта же вот табачка же работает нормально, и, в общем-то, и социалка у них идет, и нет проблем никаких, так надо чаще. Побольше этого делать? Нет. Но одно время были такие свободные экономические зоны, помните, объявлялись, но использовались они… Они же совершенно не так использовались. Они использовались, опять же, для того, чтобы без налогово там и так далее. Нет, ну, вот как Китай сделал. У них же огромные территории, вот это при этом в Желтом море, солончаки. И вот я спросил, как вот вы это организуете? А мы подготовили только вот базу для, так сказать, инфраструктуру небольшую. И, пожалуйста, я говорю, вот я хочу организовать производство. Как вы мне это сами… Вы, говорит, платите 35 долларов за квадратный метр разово. Потом ставите свое предприятие, наши, так сказать, работники, ИТР свои даете, ну, предприятие с оборудованием. Там были у меня в массах Моторола, там, ну, сейчас в одной только из шести зон полторы тысячи фирм. То есть то, на чем Китай сегодня весь рынок снабжает. И, а дальше вам дается три года налоговых каникул, а потом 15% вот дохода, так сказать, этого предприятия идет в эту свободную экономическую зону. И все, бум, туда прибыло, ну, вывоз капитала, это еще Маркс описывал. И оно нормально работает, и Китай этим пользуется. У нас почему-то их называют и так, и сяк, уходят куда-то в офшоры. Это уже есть место. Ну, давайте, повторяйте эти вещи. Нет, это кому-то невыгодно, потому что это передача распределения рынку. А передать рынку распределения, это значит передать кадры и финансы, значит, кому-то, а упустить из управления. Большевики для того взяли власть в 17-м году, чтобы отдать кадры и финансы кому-то там внизу. Капиталистам, да. Конечно, капиталистам и так далее. Возвращаясь к цене на газ, вот все-таки структура стала известна этой цены, то, что мы раньше как бы, ну, очень не могли даже определить толком, потому что это не публиковалось и даже не обнародовалось. Так вот, структура новой цены состоит из оптового тарифа, который, как я уже говорил, 4942 гривны за 1000 кубометров, оптовый тариф. Дальше идет плюс средневзвешенный тариф на транспортировку, это 219 гривен. Средневзвешенный тариф на распределение – 513 гривен. И торговая наценка поставщика, внимание, 57 гривен 40 копеек за 1000 кубометров. Вот такие вот расценки, ну, нам, не экономистам, очень тяжело сказать, насколько это обоснованные или необоснованные вещи. То есть, вот оптовая цена, да, 4942, транспортировка – 219, распределение – 513 и наценка поставщика – 57 гривен. Ну, здесь, в принципе… То есть, нет инвестиционной составляющей или чего-то там, покупка транспорта для нафтогаза, этого всего тут нет в тарифе. Ну, дело в том, что надо начинать с того, откуда берутся эти тарифы, как они рассчитывались. Понятно, что для, ну, я так думаю, не ошибусь, для 90% там много неясного. Во-первых, так, кто выбирает соответствующих вот этих вот структур, которые его производят, перераспределяют, вернее, распределяют, продают населению, контролируют и так далее. Кто? На каких условиях? Вообще-то, этим вещам должна быть, так сказать, предшествовать какое-то обсуждение. Общественное, специалисты – это, ведь это ключевая проблема. Проблема, которая касается карманных. Вы сказали, что вот эту составляющую можно было бы уменьшить вот так. Совершенно верно, альтернатива должна быть. Это вот так, да. Ну, конечно, а то мы говорим рынок, а отдаем, как и отдавали, очевидно, в каких-то определенных структурах, которые, ну, ближе находятся к тем, кто этим занимается. Вот есть оптовая. Откуда она берется? Обсудить там где-то на Кабмине, либо каких-то специалистов. Сейчас созданы общественные советы при всех государственных структурах. Это должно быть прозрачно. Ну, про оптовую они тоже объяснили. Это цена на немецком газовом хабе, плюс стоимость транспортировки через территорию Германии, Чехии и Словакии по тарифам европейских ГТС. И установлены НКРЭ тариф на услуги по транспортировке природного газа трансграничными газопроводами. Но тут уже как бы нет вот расценок, тут просто вот сказано, что вот так. А сумма общая выведена, значит, 3942. Понимаете, если взять тарифы европейских ГТС, то туда заложены, естественно, европейские зарплаты, европейские, так сказать, инфраструктуры обслуживания, оборудование и так далее. Ну, их нельзя, так сказать, нам напрямую. Так можно сказать, что давайте примем там немецкие законы и уже будем жить как немцы. Нет же, конечно, что они пишут немцами и для немцев. То же самое, или, скажем, для других государств. Но если брать за образец европейские какие-то вот стандарты, то их надо, ну, соответствовать с нашими. Потому что, скажем, тот же немецкий специалист, который работает там, инженер или кто-то, он получает, ну, раз в 10, а то и в 20 больше заработной платы. Поэтому как можно закладывать в нашу себестоимость ту заработную плату? Я уже не говорю о других вещах. У нас другой масштаб цен, у нас другой масштаб жизни. У нас другие совершенно возможности. Поэтому сейчас бубухнуть по голове человеку, у которого 60 метров площадью, там под 2000 гривен. Да у него там муж, жена и ребенок, они 70% вынуждены будут туда отдавать, а кто-то даже и больше. То есть не хватает просто даже, я уже не говорю про пенсионеров, которые в принципе, ну, что такое 50-60 метров площадь. Ну, квартира как квартира. Это ж не 200, не 300. Вот. Поэтому это тоже неподъемные вещи. Поэтому, когда начинаются вот эти вот тарифы, где кто-то как-то посчитал, не понимая для остальных, как считали, какое обоснование, откуда взяли, есть ли альтернативные расчеты, кто их делал. Вот это уже тогда понятно. А если монополист, он же посчитает, так как ему выгодно. И поэтому здесь говорить, что тот может доказать, что это так, а второй может доказать, что это не так. Ну, теперь все-таки должны признать, что доказать, что это не так или так, все-таки уже становится проще, видя хоть какие-то упоминания. Ну, когда есть что обсуждать. Они просто вывалили цену, и все. Ну, с первого числа, что такое первое число, уже послезавтра. Да, уже поздно как-то обсуждать. Ну, у нас уже там в начале мая придут платежки по новым ценам. Что мы будем обсуждать? Так нельзя делать, это очень больной, главный вольной вопрос. А потом правительство обижается, что им там выставляют рейтинги нулевые. Ну, с народом надо общаться, потому что я видел во многих государствах, европейских и так далее, каким образом эти вещи обсуждаются. Не тогда, когда уже все решили, а потом. Нет, до того собирают людей, вот там, либо это... Вы знаете, что все будут против повышения. Нет, это понятно, но надо объяснить людям, потому что у нас же основная проблема – это недоверие власти. Недоверие власти к людям, недоверие людей к власти. И на доверие там, и так далее. На этом недоверие никогда концентруется. Объяснить, за что люди конкретно платят, какие суммы, как они формируются. Конечно, я присутствовал на ряде вот таких вот семинаров, общественных слушаний. Немец знает, куда каждая копейка, либо там, что там у него сейчас, у них евроцент, идет, и за что, и куда. Это совершенно другая история. Это уже совершенно другой подход. Потому что они знают. И вот принципы европейских вот этих, так сказать, подходов к управлению – это прозрачность, это пиццвитность, это передбачиванность и так далее, и так подобное. Заходишь в мэрию любого города, там лежит за несколько лет отчет финансовый, и может любой полистать. У нас был недавно один, значит, мэр одного из немецкого города, он сказал, все, прекрасно, ну, кое-что мне понравилось, и про нас две вещи. Когда вот мы с вами пришли в мэрию, там сидит милиционер и спрашивает, а куда вы идете и к кому? Если бы, говорит, я посадил у себя полицейского в мэрии на входе, который бы спрашивал, что вы сюда пришли, я, говорит, мог бы уже не выставляться. Это автоматом. И второй, вот он подметил, говорит, я вот езжу каждый раз, и лежит куча мусора возле дома. А что она там лежит? Ну, кто-то не сработал, кто-то там какие-то службы, там, то ли те. И он задал такой вопрос, а жители в этом доме живут? Ну, конечно, живут. А им что, все равно, что происходит? И вот тут сразу вот это вот, есть же у нас сейчас тема, это вот это товарищество этих вот владельцев. ОСМД, да. ОСМД, совершенно верно. Нет никаких централизованных вот этих вот услуг от города, либо от района, или еще. Там люди собрались, поручили, ты бы отвечаешь за муну, один человек, как правило. Вот. Он заключает договора, причем не монополист вывозит мусор, а их несколько предлагает. Ну, там тоже есть свои проблемы, власти пытаются всячески уменьшить количество домов, которые могли бы эти ОСМД оформить всякими способами, но это уже тема другой программы. А это потому, что им это невыгодно. Спасибо за участие в нашей передаче. Напомню, у нас в гостях сегодня был Виктор Елагин, экономист, доктор наук госуправления. Спасибо. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин